Бог богатый для всех призывающих, слава Богу, Он неистащим, всегда есть, что сказать, всегда есть, что давать, всегда есть. Вы знаете, вот эта способность Бог наделяет, она истекает от Господа, и люди, которые живут в Его присутствии, ходят во свете Бога, они начинают приобретать свойства от Бога. Вот некоторая неистащимость, раздаятель он может раздавать, откуда как берется, но у него всегда есть почему-то. Где-то у него берется возможность и способность давать, потому что от Бога где-то она берется. Тот, кто учит, у него всегда есть способность учить и говорить, у него всегда есть откровения, потому что это написание говорит, способность наша от кого? От Бога. То есть Бог наделяет способностями, Бог от себя дает людям такую же, каким Он сам является. Слава Богу. Потому мы можем приобретать это и можем обновляться, как говорил один пророк, говорит, обновляется подобно орловой юности. То есть есть способность обновляться и обновлять. Хорошо, дорогие друзья, давайте так, всегда очень важно расставлять такие четкие гипостулаты, четкие отправные точки, от чего можно исследовать истину и можно получать назидание. Хорошо. Было место в Деянии Апостола было место, и в Писании говорили, что с того времени ученики Иисуса Христа стали как называться? Христианами. То есть был момент, в котором они христиане. Но в Писании перед этим называться стали словом христиане кто? Уче, ученики. И такие простые вещи. Ученик, ученик, определение ученичества. Это очень важно для нас. Ученик, как люди понимают слово ученик? Ученик это тот, кто получает знания, тот, кто приобретает определенные познания. Но я думаю, что в Божьем взгляде ученик это тот, кто меняется. То есть если учение нас не меняет, мы не ученики. Дорогие друзья, это очень важно понять. Когда меняется постановка вопроса, меняется мировоззрение и меняется взгляд. Ты начинаешь видеть вещи иначе. До этого момента я могу считать себя учеником. Почему я ученик? Я нахожусь там, где происходит процесс обучения. Ну все ли кто находится там, где процесс обучения, ученики? Да нет, конечно, мы же тысячу лет были в первом классе и что? И так я и повторяю. На второй год оставляют же. У нас были ученики, которые на второй год оставались. На третье оставались. Ну, по нескольку раз. И школу они заканчивали в другом возрасте. Почему? Потому что они находились, но ни с чего не учились. Значит, мы для себя понимаем, что просто находиться на месте, где происходит обучение, это что? Недостаточно. И к этому слову мы еще сегодня вернемся, которое только что произнес. Это очень важное сегодня для нас слово. Недостаточно. Находиться в месте, где происходит обучение, еще не делает меня учеником. Этого недостаточно. Но самое большое невежество, фатальное невежество, считать, что достаточно. То есть человек, который находится в месте, где происходит обучение, может получить ложное ощущение, что он тоже такой же, как все. И вы знаете, когда люди, если Иисус объясняет в притче, пишет такой образец, люди придут к воротам закрытым и начнут стучать. И им будет отвечено, я не знаю вас. И как аргумент люди начнут говорить. То есть Иисус открывает внутреннюю картину состояния, заблуждения. Люди начинают аргументировать, как бы почему надо открыть ворота. Они говорят, Господь, на наших улицах Ты учил. Перед тобой мы ели и пили. Мы знаем тебя, но он говорит, я вас не знаю. То есть из всех, которые были на этих улицах и ели и пили перед Иисусом Христом, часть оказалась по одну сторону ворот, а часть по другую сторону ворот. Конечно, для того, чтобы было вообще возможно учиться, нужно быть присутствием. Нужно быть перед Иисусом, есть и петь перед Ним, то есть проводить свою жизнь, да? И слышать учение. Нужно быть в месте, где происходит учение. Чтобы чему-то учиться, нужно занять место, где это происходит. Но это на что? Мы возвращаемся к слову, к которому мы еще вернемся не раз. НЕ-ДО-СТА-ТО-ТОЧНО! Я прихожу купить какую-то вещь. Она стоит тысячу рублей. У меня в кармане восемьсот. Я прихожу, и что происходит? Восемьсот это много. Но это что? Слово какое? Нету. Что произойдет? А ровным счетом ничего. Меня может быть девятьсот рублей. Что произойдет? Вещь останется в магазине, я останусь с девятьсот рублями. Я не приобрету. То есть, дорогие друзья, недостаточность, это серьезный вопрос. Мы с вами видим, оказывается, слово недостаточное, оно решающее. И надо оно все определять. Почему же чего-то есть или чего-то нет. Почему одни по одну сторону ворот, а другие по другую? Одни зашли, а другие что? Стучат? А им говорят, что вы не можете войти. Они аргументируют, но им говорят этого что? Недостаточно. То, что вы находились в классе, где проходила учеба, вы не стали учениками. То, что вы еле били перед Иисусом, с ним ходили, и то, что вы что-то даже делали какое-то время, вы участвовали в процессе, и недостаточно. Недостаточно участвовать частично. Он говорит, не твоим именем мы изгоняли бесов, да? И чудеса творили. Но какое-то время пройти путь, это еще не пройти весь путь. Понимаете? Пройти полпути, это недостаточно, чтобы его завершили. Какое-то время можно служить, а потом что? А потом будет недостаточно, человек не войдет. Масло! Пять мудрых тех, пять не мудрых. Опять вопрос. А они прошли, а другие пришли потом, и стали стучать, им говорят, все, вы не можете войти. Причину мы с вами знаем. Почему они не смогли войти? Потому что они были, пришли уже не вовремя, когда закончилось время, чтобы войти. А почему они пришли не вовремя? Потому что у них было чего недостаточно? Масла. Опять, слово что? Недостаточно. Масла недостаточно, все, все есть. Все. Светильники им выдали ко всем. Всем одинаковые что? Условия для всех одинаковые. В классе, где все ученики, условия всех одинаковые. У Бога для всех одинаковые условия. Бог предоставил всем одинаковые условия. Обеспечил всех. Всем даны светильники, всем дано время, да, светильники даны, время дано. А вот что с этим делать дальше, это другой вопрос. И одни напаслись массом, а другие что? А другие нет. И вот слово недостаточно решило такую фатальную вещь, произошла, как они не смогли войти. Дорогие друзья, мы с вами видим, что слово недостаточное очень важно. Оно обычно все ответ на многие почему. У нас всегда есть куча почему. А почему, почему, почему. Ответ на почему обычно это недостаточно. Знаете, у слова недостаточное есть английский, по-моему, в английском языке превалент. Недостаточно датных. Как звучит на английском языке? А звучит так. Инвалид дата. Инвалид это недостаточность. И еще говорят сейчас корректнее, говорит человек с ограниченными что? Возможностями. Значит, если есть недостаточность, есть что? Ограниченность. Ограниченность это недоступность. То есть человеку становится недоступным. Ну, если в физическом плане, понятно, люди иногда, ну, инвалиды это, ну, может, иногда это их вина. Иногда люди делают с инвалидами. Почему? Потому что они наплевали на что? На книжицу, в которой называется что? Правила техники безопасности. Есть это книжи? Ну, я образом берем, но всегда есть. Каждая области же в быту есть. Правила? В квартире есть, они тоже, правильно? Потому что в квартире что? Есть газ, в квартире бывает печи, огонь, бывает электричество, да? Вода, куча всего. И на все вещи есть техника безопасности. Как понятия научился человек? Он знает про это. Нет, нет, нет. Я могу знать про технику безопасности, но что я могу сделать? Наплевал на нее? И без руки, без ноги. Это самое страшное, помню, на меня произвело впечатление, когда-то я увидел кадры, когда человек, ну, вот, когда уже видео стало доступным, стало распространяться, да, мы можем видеть ролики, и когда о производстве, я знал, что, например, для токарей своих, техника безопасности, для электриков своих, для токаря важно, чтобы никакие не висели шнурки, рукава. Почему для токаря важно? Чтобы халаты, фалды не болтались, не торчало, никаких висящих рукавов. Ни в коем случае. Все должно быть плотно застегнуто. Никаких поясов висящих, ни шнурков, ни галстуков. Ни в коем случае. Почему? У токаря главный инструмент какой? Станок токарный. У него вот эта штука вращается. Не дай Бог. Я видел раз на видео, когда захватила рука и намотала человека на этот станок. Там такая сила, настолько мощь, заложенная в станке, что человек на него вообще, как ни суть, он даже обороты не снижает. Намотала полностью. Это ужас. Я понял. Я понимаю, что это жалко. Но в данном случае, в данном случае, все токаря проходят, что технику безопасности. Мы опять возвращаемся, а нам очень важно четко определить понятия учеников. Вот ученичество очень важно. Потому что люди говорят, как же я ученик, а в ворота стучу, мне не отвечают, не открывают ворота. Я Богу стучу про что-то, а Бог что? А он не отвечает. Я прошу, а он не дает. Я хочу, а он не. Я пришел, а он не. Почему? Всегда есть причина. И причина в том, что невежество, это вот когда человек считает, что он знает, но он что? Но он не знает. И вот все, я уверен, что токарь, которого намотала, прекрасно знал про эти правила. Но я понимаю, что учеником может называться только тот человек, который что, не просто знает? Во-первых, не просто был в месте, где получали знания. Может быть вместе учитель в классе, он видит, кто присутствует, а кто отсутствует. Нет, физически он всех видит. Но он видит, что часть учеников что? Она есть, но ее нет. И обычный учитель ловит. Нас ловил учитель. Как? Так. Сидишь, и ты увлеченно рисуешь в тетради героев комиксов. Ну всяких там, страстных, мокрых. Я любил рисовать каких-нибудь там. А он в это время учитель что делает? Учитель чем в классе занимается? Ну, должен, по крайней мере. Учить. Он излагает материал. И все. А я в это время что делаю? Я нахожусь в месте, где учат. Но я рисую что? А я рисую совсем другие материалы. Вообще, что-то из фэнтежи, космического, каких-то вещей. Я увлекательный. У меня целая картина там расставил. Этих, они сражаются. Тут мечами. Там и крестоносцы у меня. И монстры. Там все такое. И с бластерами все это рисую. И надписи такие объемные, красивые. Как граффити. Знаю, все это в тетради. Вот рисуешь. И вот учитель. Вдруг слышу свою фамилию. И я появился в классе. То я был где? Ну, вот так. Мир. Я там был. Я там. Я там напряжение языку высунул. И рисую. И вот я был в классе. И он говорит. Божовский! Что я сейчас сказал? И я. Что делал учитель? Он таким. Что? Что он сказал? Я нахожусь. Шепчу. Что сказал? Она понимает, что ты... То есть, вопрос в чем? Понимаете, в чем? Недостаточно находиться в месте, где происходит обучение. В присутствии учителя недостаточно. Ты не делаешь все учеником. Второе. Мы поняли с вами. Даже знания ты можешь получить. Можешь ответить, встать на вопрос. И даже это еще не делает тебя учеником. Ученик это человек, которого эти знания изменили. Изменили мою жизнь. Вы знаете, техника безопасности, если человек научился ее. Это же такой предмет важный, как и все другое. Правильно? На производстве. Тебя к работе не пустят, если ты экзамены не сдашь. Ну, ставить главный экзамен я сдаю, когда я работаю, и что? У меня руки, ноги остаются целые. Пальцы целые, глаза все. Когда остаются целые. Вот это и главный экзамен. Вот только тогда, можно сказать, человек научился технике безопасности. Когда он долго-долго работает с опасными, ну, в опасных ситуациях и что? И он целый остается. Он сдал экзамен. Это лучший экзамен в жизни. Он не инвалид, он не получал ранения, он не покалеченный, не побитый, не потерял деньги, здоровье, время, наличие, ничего не потерял. Он сдался целый. Ну, а там, где из титула упал, тот разбился, тот попал под станок, тот под машину, тот все. Человек остался целый. И можно сказать, что он высший балл. Потому что, почему он остался целый? В его жизни были все те же опасные ситуации, как в жизни других людей. Но учение его изменило. То есть, вы знаете, меняется поведение человека в работе. Меняются привычки в работе. Подход к работе меняется. Понимаете, что важно? Подход. То есть, человек изменился. Если учение меня изменило, то я научился. Если учение меня не изменило, мне еще надо учиться. Я могу экзамен сдать на отлично, в тетраде, в журнале, расписаться. Меня допустят к работе. Но я еще не научился. Научился я тогда, когда я работаю, что я остаюсь целым. Я остаюсь целым. Знаете, дорогие друзья, это на самом деле очень важно. Это истина верна не только в плане житийском, она верна в плане духовном. Мы видим с вами, что люди пытались свое ученичество доказать тем, что мы в твоем присутствии, говорит, были. Иисус не отрицал пыли. Мы еле пили перед тобой. Мы там... Это все равно ничего не меняло. Пусть у тебя 900 рублей, пусть 950 рублей. Ты пришел покупать вещь, которая стоит тысячу, не копейка, меньше. Ты как пришел, так что? Так и ушел. Дорогие друзья, потому очень важно для нас сейчас посмотреть... Христианами называться легко. Люди часто в этом мире называются христианами только потому, что они признают, что Иисус был. А я говорю, христианин, почему? Я знаю, что Христос был. И сейчас правильную формулу признают. Я верю, что он... Ну, я символ веры, да? Пришел в облоте, был распят, за мои кричи умер и воскрес. Все. Но это не делать, человек, христианином на самом деле. Человек может водное крещение принять, может выклибать. Когда меняются мои привычки, понятия мои, взгляд на жизнь, на меня, на других людей, поведение меняется, слова меняются, отношения меняются, действия. Когда меняются, тогда я что? Я ученик. Я ученик. В этом сила. Сила учения в том, что оно меняет. Дорогие друзья, сила учения в том, что оно меняет. Я становлюсь другим человеком. И это очень важно понимать. Цель учения менять человека. Цель Иисуса Христа, цель учения Иисуса Христа, менять человека. Преображая его в тот образ, который носит сам учитель. Так написано, мы с вами знаем, да? Всякий научившийся от него, становится как он подобный. Недостаточность бывает фатальной. Недостаточность. Когда человек недопонимает, недостаточно понимает. То, что он понимает 90% не поможет. Нужно понимать, вот истину в полноте, дорогие друзья. Вот хотя бы в этих базовых постулатах. Нужно точно понимать. Есть очень важный момент. Сегодня мы сейчас к нему придем. Чтобы Бог восполняет всякие недостатки. Бог восполняет. Бог отвечает на нужду иногда тем, что начинает восполнять недостаток человека. Что-то недостает человеку для успеха, для победы в чем-то. Не потому, что Бог не дал человеку. А человек что-то недопонимает очень часто. Вы знаете, в Исаии в 28 главе, есть так вот пророк говорит. Ну, 28 глава, 23 стиха. Пророк излагает учение. Пророк Исаия, у него как бы целая мини-проповедь. Такая целая мини-проповедь в виде притчи. Он выкладывает. Преклоните ухо и послушайте, 23 стиха, голоса моего. Будьте внимательны, выслушайте речь мою. То есть даже о пророке речи, то, что я вам буду говорить, базовую речи. То есть очень важно для вас. Очень важно для вас. Очень важно для вашей жизни. Это ответ Бога для вас, на все ваши почему и что. Вот что-то базовое, такое основное, общее для всех, он излагал. Всегда не земледелец пашет для посева, бороздит и боронит землю свою. Нет. Когда уравняет поверхность ее, он сеет чернуху или рассыпает мин, или разбрасывает пшеницу рядами, или ячмень в определенном месте, и полбу рядом с ним. И такому порядку учит Бог его. Он оставляет его, ибо не молотит чернухи катком зубчатых, и колой лес молотильным не катает под мину. Но палкою выколачивает чернуху, и тьмин палкою. Зерновой хлеб вымолачивает, но не разбивает его. И водят по нему молотильные колеса с конями, но не растирают его. И это происходит от Господа, с обоффативной судьбы его. То есть Бог понимает, что человеку, чтобы жить, надо кушать. Ну, Бог знает, что нам нужно. Есть вещи, мы думаем иногда, ну, у нас такое болезнь, но Бог не знает. Писание говорит, что в речи моления прошения, Бог знает, в чем мы имеем нужное. То есть мы должны всегда в отношении с Богом исходить из глубокой уверенности, что Он точно видит какую-то ситуацию, уж точно понимает, что со мной происходит, что я чувствую, и что мне нужно. Вот сто процентов. И Бог отвечает. Он понимает, что земледелец должен иметь успех. Если он будет иметь успеха, помрет он от голода, а еще куча народа помрет. Потому что в конце концов, все, кто приходят к землю, к пище, то есть все от земледелеца, все от того, кто выращивает, производит пропитание, правильно? Ему очень важно, Бог знает, что очень важно, чтобы у него был успех. Очень важен его успех. И Бог что начинает делать? Мы видим, что Бог для успеха начинает что делать? Он наставляет его. Он учит его. Бог учит и наставляет. Мы с вами видим, чтобы дать успех, Бог учит и наставляет. Если мы не готовы учиться, и не готовы принимать наставления, а просто ходим сразу, чтобы успех решил на голову как приз, как выигрыш, то мы очень ошибаемся. Мы можем стучать в эти ворота, но они никогда не откроются. Они так не открываются. Никогда мы не войдем в успех, никогда мы не войдем вот в то, с чего мы желаем, если мы их игнорируем. Учение и наставление. То есть мы видим, что Бог действует для успеха. Как? С чего начинается успех? Бог будет учить тебя и наставлять. У него есть в тебе послание. Я могу сам говорить тебе, чтобы исправить мою ситуацию, чтобы изменить мою жизнь. У Бога есть ко мне наставление и учение. Он видит, в чем я имею что? Недостаток. Бог что делает? Восполняет недостаток. Мы знаем, что Бог работает с недостатками и восполняет недостаток нашим, начиная с чего? С учения и наставления. Потому что Бог говорит, послушайте, преклонитесь, делайте внимательны. Потому что на самом деле тут ответ Божий. Мы хотим, чтобы ответ просто свалился на нашу голову и без всякого нашего как бы это изменение. Но Бог всегда отдает свой ответ с тем, что начинает учить, наставлять, с целью чего? Изменить меня. Изменить! Я меня... Как вы знаете, я изменился или нет? Я веду себя по-другому. Научился я когда? Когда землетелец наступает на эти те же грабли, он еще не научился, сколько ты его не учи. Когда он начинает действовать иначе, он научился. Потому что мы видим, что Бог учит. И очень важный момент здесь тоже прозвучало слово, которое для нас сегодня важно. Бог и такому, чем учит Бог? Порядку. Вы знаете, это тоже такое глобальное понятие для всего. То есть, вы знаете, все, что Бог на самом деле учит нас, это одним словом называется привидение, все, что порядок. Бог любит порядок. Бог ненавидит беспорядок не только в духовном, но даже в физическом нашем мире. Богу неприятно, когда что-то неряшливое, грязное, все. У меня была ситуация, когда Бог прямо мне через человека говорил, наведи порядок в своем доме. И имелось в виду, когда я все говорил, ну в доме это мой духовный. Нет, нет, говори. Бог говорил о твоем месте, где ты живешь, твои вещи, как ты окружаешься. Это Бог показал, что часто наша внутренняя какая-то неправильность, она отражается в ведении хозяйства, дел к отношению к вещам, ко всему. На самом деле это важно. Понимаете, Бог учит, то есть человек должен обратить на это внимание, есть вещи, которые неприятны Богу. И Бог всегда ненавидит беспорядок, потому что хаос это противоположное Богу по состоянию. Правильно? Есть князь хаоса, но это не наш Бог. Наш Бог Бог мира, как написано, и чего? Порядка и устройства. И Бог, когда мы начинаем с Богом иметь дело, Бог чему нас начинает учить? Миру, порядку и устройство. Бог начинает человека учить порядку, причем это ко всему относится. Там, где мы хотим иметь успех, там, где мы хотим продвигаться, Бог начинает учить нас порядку. Если я хочу успехов в семейной жизни, хочу успех иметь в личной жизни, Бог учит. Сначала человек женится и выходит замуж, а потом вступает в отношения. Но у мира как? Сначала отношения, а потом люди союзы заключают, типа, но Бог говорит, что это уже не работает. Бога нет в этом, Бог не приходит на такие вещи. Люди что сделали? Переставили местами. Как только люди что-то меняют местами, Бог туда не придет. Это уже для Бога что? Беспорядок. Бог не приходит в беспорядок. Он говорит, сначала наведешь порядок, сначала поставишь все, как я определил. Сначала ты берешь на себя ответственность, даешь обещание, вступаешь в завет, а потом вступаешь в отношения, а потом я прихожу и присутствую в вашей семье, в ваших отношениях и что? И тогда чтобы не было трудностей, что? Вы меня имеете, я с вами. Но люди хотят установить свой порядок, а потом говорят, Боже, приди и помогай нам. Приди в нашу семью. Вот он мне. Отчетно, причина, почему? Бог не может войти, потому что нету Божьего порядка. Как Бог это задумал? Писание говорит, что есть ситуация, что когда Господь говорит, и правда не может войти. Почему? Беззаконие, между людьми ссоры, распы, зло, и он говорит, и приткнулась правда, и не может это, то есть Бог не мог нам дать ничего участвовать в этом, потому что говорит, все, невозможно. Итак, мы с вами снова видим, прежде всего ученики христиане, это не относится к тому, кто только себе присыл это слово, я хочу называть всем, я христианин, я христианин. Хорошо, никто не запрещает декларировать, но этого недостаточно, чтобы стать. Этого недостаточно признавать, что Иисус христианином. Можно иметь дома Библию, но не стать христианином. Можно принять водное крещение, но не стать. Очень многие люди, которые все это приняли, у них дома лежат петли, они ходили, ели, пили с вами, находились, учились, но они что? Они сейчас неотличимы от детей этого мира. Вы знаете, когда-то Иисус определил, он привел, ну, такие вещи шокирующие, он привел людей в ужас определенных, и они были крайне изумлены, возмущены. Он приходит, сталкивался с фарисеями, а фарисеи, это такие, было движение очень ревностных людей, но ревнители по Богу. Какие они представлялись, как они очень усердно изучали, у них была поставлена система обучения. Они там учились с молодых нате, они учились, знали писание, очень четко для них это поставлено, было очень много, куча всего, они там соблюдали и все. Но когда Иисус пришел столкнулся с ними, он говорит вам, послушайте, вы не дети Божьи. Он говорит им страшную вещь, от которой эти, наверное, их волосы демонстрали. Говорит, вы дети кого? Дьявол. И он объясняет, почему он так сказал. Всю жизнь люди учились быть детьми Божьими, детьми Абрама, как отецы, ну Абрама, у нас одного отца имя Бога они ему заявили. Да, мы знаем с вами это место и они ему возразили. Мы не от предуподия не рождены, мы от того отца имя Бога, то есть мы не язычники, у нас не тысячи божеств, да, беспорядочных, мы все правильно понимаем, но правильно понимать еще не сделало и кем? Учениками Бога и детьми его. Не сделало. Иисус говорит, вы дети дьявола. И он объясняет, почему. Он говорит, вы хотите исполнять похоти отца вашего, вы исполняете. То есть на самом деле они, их жизнь, их поведение, их действия были какими? А таки, некоторые говорили, что не научились, вы научились у вашего то, что увидели у вашего отца. Как научились? Они это делают. Это их изменило. Это сформировало их отношения и мировоззрение. Дорогие друзья, и это страшная вещь для них была. Это уже, они уж в последнюю очередь они могли бы себе предположить, что они дети дьявола. Уж в последнюю очередь они могли бы предположить, что они отучились от дьявола. Но Иисус показывает, что ученичество определяется тем, как человек что? Ведет себя и как живет. Вот этим определяется, чей он ученик. Послушание определяется не тем, что человек сказал да и кивнул головой, я согласен. Помните, Иисус притчу предлагает. Я вижу вот в Евангелии Иисус постоянно очень упорно, четко хочет, чтобы до нас зашло, очень твердо в нашем духе было заложено. Он вот раскладывает снова и снова и снова много раз об одном и том же. Он говорит притчу. У отца был виноградник, у отца человека и было два сына. И он говорит одному сыну, что пойди в мой виноградник надо там что-то порохнуть. пришло время поработать. И тот говорит что уже? Хорошо, конечно. Ну отец приятный всегда, послушный сын. А что сын сделал? Не пошел. А другому говорит пойди. Другая говорит не пойду. Но потом что? Раскаялся, пошел. И Писание говорит, кто из них кто из них кто? Кто из них на самом деле выполнил волю? Кто из них на самом деле как сын проявил себя? Не тот кто декларировал а тот кто сделал. Тот кто принял. То есть он поначалу ответ слово но потом Писание говорит раскаялся. И раскаяние это вопрос тоже часть учения. человек рассказывал что научился это его изменило. Как изменило? Он начал это делать. Как мы можем понять что человек изменился? То что он это делает. Не то что он экзамен сдал или просто рассказывал как это правильно надо сделать. А он это что сделал? Мы меняемся тогда реально когда мы это делаем. Когда это становится частью нашей природы и нашей натуры. Мы начинаем жить так поступать так действовать так. Потому дорогие друзья если мы хотим иметь отношение с Богом мы должны понимать к чему все направлено. Он хочет изменить нас и нашу жизнь. И пока мы игнорируем что-то мы чего-то не можем иметь. Будет инвалидность. Эдакая духовная инвалидность. Когда людям недостаточно мы с вами поняли к чему приводит недостаточность к невозможности. люди с ограниченными что? Возможностями. То есть им что-то не становится недоступно. Когда человек инвалид ему что? Есть вещи которые для него что? Недоступны. Вы знаете это настолько трагично и это ужасно. Бог не хочет чтобы нам что-то было недоступно из того что он предлагает. То есть оно есть но ты не можешь этим пользоваться. Оно есть но ты не можешь это взять. Есть прекрасно но ты не можешь это видеть потому что ты слеп. Или есть что-то хорошее но ты не можешь у тебя нет рук ты взять это не можешь. Вот что такое инвалидность. Это значит тебе что-то предложено но ты этим не можешь пользоваться. Это трагично. Бог что-то предложил нам всем и причем мы с вами уже определили что Бог всем дает доступ одинаково. Мы все, написано, имеем доступ, что во Христе Иисусе. Мы все приняты, и мы все одинаково. Бог предложил нам возможности. Одинаково! Но просто у одних чему-то пользуются, а у других нет. И ответ, мы видим, не в Боге лежит, а в том, что у одних есть некая инвалидность духовная. Люди что-то не приобрели. Люди не научились чему-то. Они знают об этом, они могут даже другим рассказывать про это, но это не изменило их. Учение, которое нас слышали, оно не впечатлило, оно не проникло глубоко, оно не поменяло их жизнь и их отношения. И я знаю, что пока это не произойдет, человек будет инвалидом. Что-то останется для него недостаточным, недостающим. Знаете, когда-то Бог видит ситуацию. Все заходят, люди бывают в тупике какие-то, да? Или в ситуации, в которой не хотят находиться. Наконец человек определяет, что что-то не то пошло. Поворот не туда. Есть такой фильм, даже целая серия. Поворот не туда. То есть произошел поворот не туда, и это грозит очень плохо. То есть начинает происходить катастрофа. С целым народом может быть катастрофа, потому что принял человек, коммунизм принял. И начинается что, чем заканчивается? Принятие в дороге коммунизма, чем катастрофа. Поворот не туда. Мы приняли какой-то нацизм там, да? И чем? Целый народ чуть не исчез, потому что катастрофа произошла. Произошла страшная катастрофа. Люди приняли нацизм, знак, да, в Германии. Идею такую, богат, красиво. Люди приняли учение, и оно позавело их куда? В том, что пришел момент, когда на Германию каждый месяц падало 40 херосим. Ну, по взрывной серии. То есть утюжили Германию в течение где-то двух лет. С каждым месяцем 40 херосим. 12 месяцев в год, это сколько херосим? 12 на 4, это 48 херосим. И так пару лет. Значит, 48 херосим на 2, 96 херосим. То есть на Германии взорвалось, на территории Германии, 96 херосим. То есть она практически к концу войны была полностью разрушена. Полностью, вообще, начисто. Это ее, последствия ее что? Последствия ее выбора. И вот катастрофа происходит. Бог видит катастрофу. Бог видит, что люди зашли не туда. Он смотрит на свой народ, и он говорит. Иеремия 31 глава, 21 стих. И он говорит, он начинает учить. Бог всегда начинает что? С наставления. Он говорит, что я говорю, что послушайте меня. Послушайте. Послушание это не тогда, когда сказали, да, хорошо. Послушание это тогда, когда люди что? Меняются. А меняются люди тогда, когда что? Меняется их поведение, их действие. И он говорит так, смотрите, интересно. Поставь себе столбы, себе путевые знаки, поставь себе столбы, обратись сердце твое на дорогу, на путь, по которому ты шла. Возвращайся, Дева Израиля, возвращайся в все города твои. То есть, Бог говорит о том, что он может изменить то, что обратиться надо оттуда, откуда они туда зашли. Правильно? Бог предлагает вернуться, если человек не туда зашел. Когда становится что-то плохое, и не туда, и ситуация не радует человека. Вопрос не в Боге. Вопрос в том, что человек не туда зашел. И Бог говорит, путевые знаки и столбы. Вы знаете, чем отличаются знаки? Они отличаются порядком. Опять же, они определяют порядок. Правильно? Один, другому, третьему. Это порядок движения. Это то, как действовать надо. Вы знаете, это очень важно. Бог всегда начинает с порядка. И опять же, возвращаемся к этой вдове, которая пришла с воплем к пророку. Да, сколько раз я уже... Давайте еще раз вернемся. Это прекрасная иллюстрация. И вот приходит она, что взаимодавец забирает детей в рабы себе за долги. Для матери ужаснее, наверное, ничего придумать нельзя. Ситуация ужасающая. И пророк говорит, чем помочь тебе? Что есть у тебя? Он говорит, в доме нет масла и так далее. Но вы знаете, масло... Вот пророк. И масло и в дух не стало литься. Оно не могло литься. Почему мы знаем, оно не могло литься? Оно не льется в никуда. Бог не будет лить масло в никуда. Понимаете? Смотрите очень внимательно. Бог хочет помочь. Но пророк, он это человек, что? Движимый Духом Святым. Это человек, движимый Богом. Правильно? И он выражает Божьи отношения. Он выражает то, что Бог хочет делать. И вот пришла вдова, Бог не сказал ей, ты знаешь... Ну и куча. Нет. Я вообще не знаю. Когда вот к Иисусу сколько не приходило людей, чтобы кто-то ушел и... Ну... И как пришел, так и ушел. Только за ресейсы, с ушениями, да? А не со своими. А эти да. С лукавым полукавством. Ну все, которые действительно... Болящие, страдающие, нуждающиеся... Все, которые обращались и просили... Ну вот все получили. И вот пришла эта. И Бог так же к ней. Мы с вами уже поняли, что Бога нет. Ну вот тебе дам, ну а ты извини, кончилось. Приходи в другой раз, и вообще на тебя нет. И вот не вышел на тебя. Не в тот год родился. В следующем году будут счастливчики. Нет. И вот она говорит, масло есть, но оно не будет литься в никуда. Говорит пророк, начинай что, Бог опять мы с вами... Что Бог начинает говорить? Он начинает что-то учить. Надо перед тем, надо что-то делать. Он говорит, пойди, набери сосудов по соседям, немалый порожник. Набери, где кто-то может. Ты, сыновья, твои ищите сосуды. Вы знаете, очень важно. Можно было все согласиться, как у она, но ничего не менялось, пока она не начала двигаться. Пока она не пошла и просит у нее сосуды, а люди задают неудобные вопросы. Они, знаешь, она нищая. Что у нее ничего нет там в доме. А это зачем тебе? А надо, знаете, смиренно, как японцы, постоянно кланяясь там, все, извините, простите, но дайте просто. Вот просто дайте. Вот ну нужно. Потому что объяснять людям там все это, вот пророк сказал или кто-то... Чем больше объясняешь людей надо, тем больше что они тебе вопрос задают. Тем больше оправдаешься, тем еще и конца края нет. Надо лучше... Ну дайте, вот нужно, вот просто нужно. Кто-то дал, кто-то высмел, кто-то дверью хлопнул. Надо все, надо стерпеть. Простить сосудов, когда у тебя ничего нет, это или признать безумие в глазах. Ведь все надо это принять, надо с этим. То есть надо было свою кордыню нагнуть, надо было убрать свое понимание, свое, а вот мне люди скажут, а вот они меня будут вопросы... Ничего. Она пошла. Кто-то не дал, а кто-то дал. Кто-то дал сосуд, кто-то не дал, но тем не менее она набрала. И она пришла. И это сделалось возможным Богу сделать свою часть. Что начало течь в эти сосуды масла? То есть мы с вами понимаем, масло не может течь в никуда. В никуда не будет. А это и есть порядок. Вот то, что она сделала, это называется порядок. Бог что сказал? Порядок. Ставится в сосуд, говорит, подавай один за другим, и что он будет наливаться? И Бог научил ее порядку. Бог ее научил определенным вещам, которые нужно было. Казалось бы, они бессмысленны. Казалось бы, что это изменит. Но наполниет свой дом пустой дом пустыми сосудами. Только это больше. Пустой дом пустыми сосудами. Но Бог знал, что он хотел сделать. Он взял этот ее порядок, и он начал наполнять. И он благословил, наполнил все. Пока. И масла не осталась пока что. Я уверен, что если бы еще были сосуды, оно бы явилось. Вот такой свой, что у Бога. Он может наполнить все, что только может. Хочет. Он наполнил все, что только может наполнить. Было бы что наполнять. Дорогие друзья, потому очень важно, чтобы мы позволили Бога научить нас. Иногда люди не имеют только под чему-чего-то. Потому что они что-то проигнорировали. Нет, они знают об этом. Не вопрос в том, что мы иногда не знаем чего-то правильного. Вопрос в том, что мы это что? Игнорируем. Сын, который отцу сказал, да, хорошо. Что сделал? Проигнорировал. На самом деле он что? Да он забил просто на просьбу отца. Он просто пошел заниматься чем? Ну, чем-то другим заниматься пошел. Я понимаю, что всякое движение и всякое пробуждение, и всякое исцеление, и всякое, все, что начинается с порядка, с наведения порядка, что-то при введении в порядок, что-то в жизни, чего-то не хватает. Не хватало сосудов. Бог знал, что я как масло хочу налить, но нету чего-то. не хватает чего-то, недостаточно. Может, у ней было пару пустых черепков, но Бог знал, что ей не хватит выкупить из рабства. Ну, в каждом доме есть сосуды. Может, Бог знал, что у нее есть 10 кувшин пустых, и один с маслом. Всегда в хозяйстве есть какая-то посуда. Но Бог знал, что этого не хватит, чтобы выкупить из рабства. И потому Он говорит, пойди набери. Недостаточность. Недостаточность. Бог указывает на недостаточность. И на этот человек молится, но молится так. Это вопрос недостаточный. Говорит, нет, нет, нет. Чтобы что-то начало меняться, это не так. Вы не так. Помните, когда он говорит, вот мы помним. Говорит, вы не так взывайте, чтобы ваш голос был слышен на небесах. Вопрос не просто в механическом каком-то отбывании на молитве. Вопрос в том, что участвует сердце. И как с каким сердцем человек это делает? Очень важно, дорогие друзья. Бог начинает восполнять недостаток. Чтобы это восполнил твой недостаток в этом мире, Бог, но Он прежде всего восполняет недостаток в тебе. Ты есть сосуд Божий, куда Он будет наливать. Ты есть тот сосуд, куда Он изливает благословение. Оно не проявится в этом мире, внаружи, в твоих делах, если прежде Бог не наполнит тебя. А тебя Он не наполнит, пока нет порядка. Пока ты не предоставишь что-то наполнять. Пока что-то не начнет меняться. Пока люди не начнут меняться. Пока учение Иисуса Христа не начнет менять людей. Их отношения, их поведение, их слова, их дела, их поступки, их распорядок жизни. А пока не начнется меняться, невозможно будет что-то изменить вне. Друзья, и Писание нам во многом, я уже заканчиваю, могу сказать, Писание говорит нам очень в многих вещах подобным. Вот, когда говорится, что глава не достает мудрости, да? То есть человек определяет, он что, просит у Бога? И Бог даст. Но мудрость, это и есть, когда Бог учит и наставляет. Мы знаем, что из уст его знания и разум. И из уст его мудрость. И Бог просто начнет тебя учить. Иногда люди думают, что это просто сваливается на голову. На самом деле нет. Бог начинает тебя учить. Что-то Он будет говорить тебе. Что-то Он будет показывать тебе. Что-то важное именно для тебя. И когда ты попросил мудрости, научи меня, Боже, как, 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 то прежде всего, ожидай, что Бог начнет тебе что-то говорить. То, что нужно тебе. Именно тебе. Потому что Бог уже хочет на пол. Он хочет ответить на твою нужду, хочет благословить тебя, хочет дать тебе, но прежде Он будет учить тебя, чтобы это стало вообще возможным. Дорогие друзья, возможным. Вы знаете, еще хочу сказать, вот такая притча, это не притча, а вот реальность, когда к Иисусу пришел богатый юноша. Пришел богатый юноша, и его привело нечто, что его очень беспокоило. То есть человек стремился всю жизнь к чему-то, но не достиг. Никодим тоже ночью пришел. Почему? Потому что он всю жизнь чего-то достигал, и что? И не достиг. Потому что если бы достиг, не пришел бы. Что-то его сильно мучило и беспокоило. Юношу богатого что-то сильно мучило и беспокоило. И один, второй достаточно много сделали для того, чтобы достичь. И мы знаем, чего они оба хотели. Никодим и богатый юноша имели что-то общее между собой. И юноша это выразил так. Что мне делать, чтобы что? Войти в Царство Небесное. То есть человек не был уверен. Человек не был уверен. А это мучительная вещь, да? Ты не уверен. Ты вроде все делаешь, но у тебя нет четкого свидетельства, что ворота откроются, что ты постучишь, и они не будут закрыты. Это очень важно. И юноша, но Иисус ему говорит, знаешь заповеди, да? Ну, не... Почитает твою мать, не приводительство, не убито. Он говорит, это Иисус исполнил от юности. И Иисус гляпал его в его жизни, что Бог может читать нашу жизнь, может посмотреть. Он говорит, увидел? Он говорит, да, действительно, много. И он говорит, Писание говорит, он даже полюбил его. Это вот, ну, во всех евангелихе этот случай. И в Марка 10-й глории он говорит, Иисус, взглянув на него, полюбил его, это 21 стих, и сказал ему, одного тебе не достает. Это как я говорил, у меня 500 рублей. Но что-то, что я очень хочу, стоит тысячу, не цента меньше. Без скидок. 999 рублей у меня. Но этого что? Слова недостаточно. И вот у юноши было 999 чего-то. И он пришел, и я думаю, учитель, то есть он пытается приобрести, но он за 999 не приобретается. То, что он хотел получить, приобретается только за тысячу. Он чувствует неуверенность, что он Царство Небесное, и он еще в разных находятся сторонах. То есть он не чувствовал себя в Царстве Небесном. Он себя не чувствовал спасенным. Он не чувствовал мира в сердце своем. Он не чувствовал радости небесной. Когда в Царстве Небесном что? Мир, радость и что? То есть ты это чувствуешь, ты это знаешь. В тебе есть свидетельство мира, радости и что? И что ты оправдан Богом, что грехи твои прощены. Он очень старался, но он не имел этого. И он приходит к Иисусу, и Иисус увидел, что он при лавном старании. И Иисус вас любил, потому что действительно Богу очень приятно было. Как Корнилий, да? Сотни этот, написал, всякий боящийся Бога, да? Приятен ему. Но это было недостаточно для Корнилия. Я просто написал, много милостей творил и много молитвы. И Бог, чтобы его спасти, что сделал? Петров дал видение, послал его, иди туда и скажи. То есть Бог с чего начал? Учить. Он понимал, что Корнилий всю жизнь может продолжать так действовать, и этого будет что? Недостаточно для спасения. Он так и не получит, чего хочет. Ему нужно, его надо научить, ему надо дать, восполнить его недостаток. И здесь тоже он юноше говорит, одного не достает тебе. Пойди все, что имеешь, продай, и раздай нищим, и приходи следуя за мной, взяв крест, и будешь иметь. И тут что произошло? И вот тут человек оказался не готов. Знаете, он изменил. На самом деле, чтобы юноше научиться, он изменился. Правильно, что не прелюбодействовать, это научиться, то есть человек хранился в чистоте. И это во многих вещах. Он сохранил себя и научился. И вот, говорит, Иисус Пилат, вот еще. Вот что не достает тебе? Вот один цент не достает тебе. И тут что, человек оказался не готов. В Писании говорит, что он с печалью отошел. Он так с печалью и отошел. Я не знаю, что потом было в дальнейшем с ним. Не знаю, пришло ли он в конце концов или нет, но он отошел с печалью. То есть так он не приобрел ни радости, ни мира, ни прощения. И мы знаем, что Никодим приходил и тоже Иисус ему говорит, тебе не достает, ибо должно родиться свыше. Дорогие друзья, мы с вами видим, что Бог желает восполнить наши недостатки. Когда что-то нужно нам дать, Бог меняет нас. Он хочет повлиять на нашу жизнь, на наше мировоззрение. Если мы не дадим Ему нас научить, ничего не будет меняться в жизни. Если не будет сосудов, мы не предоставим Богу, они не будут наполнены. Хотя у Бога есть, чем их наполнить. У Бога есть, чем наполнить. У Бога есть, чем тебе ответить. У Бога есть, что тебе дать. Не то, что Богу надо искать, что же тебе помочь. Он уже знает, что тебе дать и как. Вопрос в том, что ты не даешь себя научить, что есть некий беспорядок в твоей жизни, что-то неправильно в твоей жизни, что-то в понятии человека стоит не так, как должно стоять. Беспорядок, это когда он стоит не на своем месте, и не в том порядке, в ком должно. Правильно? И тогда становится что-то невозможным. Бог говорит, не так невозможно. Нужно сначала навести порядок. А порядок начинается с того, что человек учится и меняется, дорогие друзья. Если мы не готовы меняться, если не понимаем, что на самом деле ученик Иисуса Христа, христианин, это человек, которого меняет Бог, который дает Богу изменять себя. Если я этого не понимаю или не хочу принимать, или меня устраивает так, как есть, то, к сожалению, что-то становится для меня недоступным, невозможным, и эта духовная инвалидность сделает меня несчастной, потому что что-то будет недосягаемо для меня, что на самом деле Бог мне предлагает. Это значит, что голодному без рук дать что-то вкусное, но он не может это взять, чтобы съесть. И так далее. Дорогие друзья, да благословит Господь, давайте встанем на ноги наши. Отец Небесный, я благодарю Господь, что на самом деле Ты все предоставил нам. Ты предоставил нам ученик. Ты предоставил нам учителя, который есть Дух Святой. Ты послал его. Ты сказал, я вас хиратами не оставлю. Я дам вам. Я дам вам того, кто может водить и направлять вас, наставлять, учить и напоминать вам. Я дам. Я пошлю вам утешителем. Господь, на самом деле мы видим в Писании, что Ты все сделал, все со своей стороны. И каждому Ты дал одинаковый доступ и возможность, Господь. Отец, все теперь зависит от нас. Мы все имеем, Господь, для духовного роста. Мы все имеем, чтобы достигать. Мы все имеем, Господь. Но все теперь от нас, Боже. Благослови, Господь. Дай нам эту мудрость, чтобы мы воспользовались, пока есть время. Потому что время, оно не всегда будет. Оно дано нам, Господь. Определенное время. Мудрость, дай Боже, воспользоваться время. Как говорил один человек, Божий, Господи, научи нас так проводить на дни наши, чтобы приобрести сердце мудрое. Потому что Господь сегодня благослови, благослови. Для каждого у тебя есть слово сегодня. Для каждого человека, который здесь, у Бога есть слово. Есть наставление, есть учение, есть обличение. Чтобы привести что-то в порядок, что-то изменить в человеке, в его жизни, в твоей жизни, Бог будет что-то менять. Если ты не готов это принять, все будет оставаться как есть. ничто в его не поменяется. Господь, потому ты говоришь о том, что ты хочешь менять. Менять для чего? Чтобы было что наполнять. Потому что когда придет порядок в жизни, когда что-то станет на свое место, то придет за этим благословение. Благословение, благословение, оно будет наполнено. Отец, благослови, Господь, чтобы мы позволили тебе наполнить нашу жизнь, наполнить наше сердце, наполнить наш сосуд, наполнить Господь, чтобы ничто не мешало, чтобы ушел всякий беспорядок из нашей жизни. Благослови, Господь, и покажи каждому, что является претензем и препятствием для благословения и для победы в жизни. Благослови, Отец, чтобы нам не сожалеть о потерянном времени и о потерянных возможностях. Тебе слава за все, наш Бог, Отец и Душий Бог. Аминь. Спасибо. 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 Продолжение следует...